вкусная радость приветствует вас здравствуйте все кто заглянул ко мне на канал я слава парнягина приветствую всех кто зашел новички подписывайтесь ставьте лайки буду очень признательна у нас всегда хорошо и весело и вообще просто здорово друзья сегодня будем готовить курицу ну то есть такой вот с подливкой курица с подливкой и так и напишу курица с подливкой короче у меня здесь грудка вот от одной курицы две крупные луковицы я возьму карри это помидор молка на мясорубке заморозки был помидор немножко лимонной цедры я возьму так захотелось прямо с лимонной цедры муки чуть-чуть растительное масло соль соль сахар все так и сковорода приступаем приготовлению нашего блюда курица в подливке так друзья для начала я сейчас наливаю растительного масла да ну так чтобы все это хорошо поджарилось мясо немного но у нас много и теперь нам нужно самое главное сейчас порезать лук вот лук порежем лук режем так как нравится крупно мелко кубиками звездочками овалами круглешочками квадратика друзья мои как хотите хоть буквы блин хоть буквы вырезайте это ваше право никто никому ничего не приказывает что у меня включение так плиту я включила теперь вот смотрим что ты будешь делать это что-то все так берем лук и режем как нам нравится мне вообще когда мясо зажаривается мне нравится когда полукольцами когда он прям так вот прямо видно его что он чувствуется это вот мне так нравится А вы, пожалуйста, друзья, как хотите? Я считаю, если уж добавили, да, лук в подливу, то он непременно должен чувствоваться. Как считаете? Ну, вот так вот я считаю. Мне будут такими большими кусманами. Вот такие вот жопочки, конечно, отрезаем и выбрасываем в грубые части, потому что они, когда попадаются на зуб, тем более они жареные, а такие притушенные, фу, они не очень вкусные. Там даже, скажем так, неприятные. Друзья, еще раз предлагаю услуги тем, у кого есть продажи какие-то, может быть какие-то салоны, там, я не знаю. Короче говоря, вы предприниматель. Занимаетесь, у вас есть что-то собственное, какое-то дело. Вот, и вам нужно продавать свои продукты, свой продукт, услуги или продукт. Вот, друзья, если у вас есть сайт, то прекрасно. Предлагаю вам бесплатно за отзыв, бесплатно, друзья, за отзыв, настроить рекламу в Яндекс. Яндекс – это самая популярная реклама. Вот. Бесплатно, друзья, за отзыв, за благодарность. Вот. Если у вас есть сайт, обращайтесь в соцсетях у меня. В Ютубе на шапочке есть ссылочки. В соцсети обращайтесь в соцсетях, пишите в сообщении, вот, будем меняться контактами и обсуждать наше партнерское дело. Если у вас есть сайт, если у вас нет сайта, закажите лендинг. Это одностраничный сайт, он недорогой. Заходите на любую биржу фриланса и заказывайте себе лендинг. Там очень дешево они заказываются. Не могу сказать точно цену, но вообще хочу сказать даже копейки. Лендинг делается очень быстро. Профессионал вам его сделает буквально, может быть, даже за час, смотря что вы рекламируете. Ну, я вам говорю, профессионал вам сделает за час. Это очень дешево. Вот. Лендинг – это одностраничный сайт. Можно рекламировать все, что угодно. Грузоперевозки, стилист-парикмахер, может быть, может быть, какую-то книгу там, я не знаю, какую-то услугу или какой-то один товар. И хочу вам сразу сказать, что настройка на Яндексе дорого стоит от 15 тысяч. Одна реклама одного товара, одного стоит от 15 тысяч. Ну, самые дешевые настройщики берут 10. Но я вас уверяю, это не дешево. Можно сказать, как чья-то зарплата в глубинке, как у нас, получают даже меньше по 7 тысяч. Вот. Поэтому вам предлагаю бесплатно, друзья мои, вот, за отзыв, за благодарность набираю бесплатно настройка рекламы на Яндексе. Приглашаю к сотрудничеству. Так, ну, что у нас тут? Лук мы порезали, да? Так, ну, пусть пока доска подождет. Мы порежем, порежем курицу. Так, ножик уже... А я помыла, что ли, ножик? Нет? Не помню. Так, берем курочку. Можно чуть-чуть оббить, но нежелательно, потому что можно брать просто не обязательно грудку. Я вообще грудку это оставляла для чего-то такого очень-очень вкусного. Ну, ладно, друзья, я буду резать, сразу вам говорю. Ну, вот, подобие соломки такой. Вот, продолговато так. Вы нарезайте, как вам больше нравится. Ну, вот я буду именно так. Таким ножом, блин. Так, ну-ка, брызи сюда. Пособирались уже все. Все, приперлись. Тут оно неравномерной толщины, конечно, получается. Ну, ничего не поделаешь. Пусть. Все прожарится. Так. Взяла другой нож. Ничего никому не дам, сразу говорю. У меня мясо не для того, чтобы вас кормить. Так, отваляйте. Черешни. Так. Никаких поблажек нет. Еще шмакодявки там орут. Так, ну-ка, не драться. Никто не получит. Ничего. Сразу говорю. Так. Ладно, хрен с вами. Натя вам по кусочку. Козлодое, блин. Вот козлодое, так козлодое. Сейчас этим шмакодявкам еще мелким дам. На. На. Не лезь. Не лезь к малышу. А то полу сейчас дам. Сучка какая-то. Посмотри, а. Вот дрянь. Маленьких отбирает. Сучка драная. Кошечка эта молодая. Дрянь. Пошла вон. На. Этим козлодое. И этим козлодое. Козлодое, которые совсем маленькие еще. Она прямо выхватывает. Дрянь такая. Не жрет, блин. Зовешь ее, она сидит, щелкает местом одним. А теперь выхватывает. Полу будешь получать дрянь такая. Еще будешь малышей отбирать. Еще отродясь такого не ели. Нет, я уже кормила их. Нет, курица не кормила. Кормила рыбой. Разной. Локи давала, икру давала. Просто рыбку отварную. Трескают только так. Все черный, даже не поглядывай. Отварила. Так, кажется, у меня уже разогрелось масло. Сейчас я посмотрю, что там. А, друзья, если у кого-то есть знакомые, предприниматели, кому нужна реклама, его продукта, поверьте мне, это увеличивает продажи много-много раз. Потому что это все забивается ключевыми словами в поиск. Вот. И поверьте мне, это прекрасно. На Яндексе сами знаете, кто уже в поиски заходите. Как много вы всего ищете. Вот еще вы не судите. Поэтому это дело такое. Предлагаю вам, как бесплатно работаю. Это будет длиться недолго. Поверьте, такие вещи длятся недолго. Те, кто хочет, как говорится, на халяву дать рекламу, которая будет приносить прибыль какое-то время, ну, такую хорошую прибыль. Поэтому, знаете, таких найдется много. Друзья, я закладываю лук и жарим лук. Сначала подготавливаю подушку, а то в прошлый раз печенье готовила, да? И подушки-то у меня не получилось. Я просто взяла и размешала. Я забыла, что я хотела делать, понимаете? Вот такая бестолковка. Вот. Очень крупно лук нарезала, да? Я пока не буду сахар добавлять, потому что он начнет поджариваться. Мне пока этого не надо. Вот так сделаем. Немножечко посветлеет лук. Чуть-чуть хотя бы посветлеет, он попрозрачнее станет. А я пока натру цедрой. Чуть-чуть на мелкой терке. Так, друзья, размешиваем лук. Что у нас тут? Это что такое за ерунда? Да, 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 ерунда, да, 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 да. Сковородка древняя. Знаете что? Теперь я выкладываю мясо на... Уменьшаю на одну единичку. Выкладываю... Нет, не буду уменьшать. Выкладываю мясо прямо на лук. И ни в коем случае не размешиваю пока. Никак не размешиваю, пока лук не станет там немножко поджариваться. Вот так вот надо тоже еще опыт иметь, вот так жарить, чтобы все получилось. Да? Поэтому учусь вместе с вами. Да, я всегда учусь, всю жизнь учусь. Я очень люблю учиться. Для меня это открытие. Познание мира, познание себя. Зачем, что да как. Вот. И делюсь, конечно, с вами. Потому что считаю, что в этом кайф жизни. В этом процессе именно. Не в какой-то достижении, какой-то там цели определенно. А именно, пока ты идешь к этой цели, ты кайфуешь. Ты получаешь опыт, наслаждаешься процессом. Вот это жизнь. Я понимаю. А то, что ты несешься с вами на голову, там какой-то цели не испытывай, не кайфа, никаких, ничего вокруг не видишь. Это прожигание жизни называется. Потому что, когда ты придешь к своей цели, тебе станет скучно и неинтересно. Так что живите сейчас, друзья мои. Пока жизнь интересна, пока есть путь, по которому можно двигаться. Так, как вам хочется. Вот. Поэтому, убивите так, как вам хочется. Благодарите жизнь, что она у вас есть. Так. Вот такое количество целей. Здесь где-то пол ложечки чайной у меня. Ой, как мясо, кстати, как заплутался. Видите, как белеет мясо? Я специально не выключаю, чтобы вы видели весь процесс. Процесс. Процесс продолжается. Главное не забыть про муку. Так, а ты сейчас, я тут наделаю его. Так, по-моему, там уже, ой, лук что-то у меня здесь оказался. Сейчас я тут протру, а то у меня тут, ой-ой-ой, настрелял лук, что ли. Как он здесь у меня оказался вообще? Вы не видели? Нет? Как он тут полил, пока я была занята. Он так пальбу устраивал. Т-ра-та-та-та-та-та-та-та! Т-ра-та-ты-шки-т-ра-т-ту-шки-т-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. По-моему, надо... Вот поюс... Поюсь это, размешиваю сейчас вот эту брусовую. Сюда гарнир подойдет, кстати, любой. Как вы думаете, там будет гореть, давайте мешать, а то я... Да, вот... Хорошо. Нам не надо, чтобы он горел, надо, чтобы чуть-чуть прихватывался. Вот, видите-ка, вот так, чуть-чуть, на сильном огне у меня, вот, ну, у меня, конечно, не огонь, но немножко лук поджаривается, хорошо, отлично, уже из курицы сок не выходит, видите, чего нам и нужно было добиться на этой подушке, понимаете, чтобы сок не выходил, и в то же время это все готовилось. Вот такой вот интересный процесс по-лазерсоновски, вообще, потрясающий, я очарована этим гением, профессионалом, поваром, Ильей Исааковичем Лазерсоном. Да, что сказать? Пойдем мясо? Макодявочка мясо там ела. Что ты хочешь? Нету, у меня уже все порезано. Я не знаю, кто из вас там ел, у меня их два. Что там, сок, что ли, да? Ой, пахнет так сильно, а у меня балкон оттуда, что здесь откроет, а он мягкий, ну, ладно. Зато это. Представляете, что сейчас будет, если я... Ой, перебежала сном. Что сейчас будет, когда я добавлю цедру? Это будет нечто. Это будет нечто. Можно даже просто на одной цедре, без карри, это будет тоже нечто. Вот у меня была бы слива синяя такая, я бы сейчас прямо со сливой приготовила. Я мечтаю сделать мясо со сливой. Здесь вечно продают то зеленую, то вообще переспевшую. Слива должна быть такая плотная и сладковатая, а корочка кисленькая. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Размешиваем. Ну вот, красота, красотища. Не забываем, что мы здесь не жарим мясо, мы его будем делать с подливкой. Хотя вот в таком идеале сейчас можно убавить огонь на средний, закрыть крышкой, и вот такая вот будет зажарка. Это очень вкусно. Вообще, особенно когда добавляешь картошку, в отварную, перемешиваешь, и вообще отпад. А можно это готовить с картофелем. Прямо вместе с картофелем немножко вот до такой степени поджарить, добавить тонко нарезанный картофель и жарить. Вообще отпад. Так, друзья, знаете что? Давайте сделаем так. Вот так вот, пистечка здесь, чтобы у меня ничего не горело. Пистечка, я добавляю карри. Как будет, ну вот светит такой сильный. Добавляю немножко карри. Не сильно, чтобы она цедру не перебила. Блин, да где она там? Бухну сейчас. Ёкорный бабай. Так, хватит. Не буду больше много. Чуть-чуть. Вот так зажаривается, да? Добавляю цедру. Вот так прямо, чтобы она немножко отдала дух. Всё. И перемешиваю. Ой, боже, это же что-то, это что-то, это что-то, друзья, это что-то. Что-то, 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 что-то. Что-то есть у бегемота. Теперь мы сюда добавляем помидор. Помидор. Немножко поджариваем этот помидор. Прямо вот так вот, чтобы он тык-тык-тык. И теперь мы добавляем сахар. Всё быстро происходит, потому что всё быстро. Я добавлю вот, наверное, две чайные ложки. Я не боюсь переборщить, поэтому... А вы уж там, если боитесь, добавляем по чуть-чуть. Потому что... Почему? Потому что помидора много, вот, и он кислый. Поэтому нам нужно, чтобы помидорчик вот прокипел малость. Вот, чуть-чуть. На свинью поладут я, конечно, конкретно. Когда быстро готовишь, оно получается такое свинство вокруг. Свинарник. Получается вокруг свинарника. Ну, ничего страшного. Кто это вымается, кто-то вот. Очень вкусно. Очень. Очень. Помидоркам нам нужно, чтобы помидор именно поджарился. Ну, вот, прогрелся. Это прямо капитально. Так, куда будет? Моя шкатулка с драгоценностями. Ой, ням-няшечки. Так. Что сейчас? Сейчас нам нужно перец чёрный, свежемолотый. Ням-ням. Побольше. Ням-ням. Так, теперь, друзья, я... Ай, ложка накалилась в меня. Время, возьми, возьми, возьми. Теперь я перемешиваю. Ждует прямо в меня. Теперь я перемешиваю. Ой, как пахнет. Ой. Ой, друзья, это просто... Ой, это просто неимоверно. Ой, это просто обалденно. Это просто окупенно. Я, конечно, неправильно сделала. Надо было мне сначала муку добавить, потом помидор. Ну, ладно. Я сейчас добавлю совсем чуть-чуть муки. И посмотрим густоту. Прям щепотку только, да? Мы будем смотреть уже густоту. И потом можно будет добавлять ещё жидкость какую-то. Ну, вообще в идеале, конечно, сливки или сметану, к сожалению, у меня нет. Молоко я добавлять не буду, потому что здесь помидор кислый. Вот. Поэтому я буду добавлять воду. Вот, смотрите. Вот оно уже густеет, да? На этом этапе, когда загустело, мы добавляем воду постепенно и размешиваем, чтобы вот эта густота проявлялась, и мы видели, сколько нам нужно густоты. Понимаете? Ой, ну, запах, конечно. Представляете? Это сейчас всё мясом в подбивке пропитается. Это просто будет отпад. Ой, тут любой гарнирчик подойдёт. Вообще любой. В идеале, когда добавляешь лимонную цедру, думаю, лучше всего заиграют макароны и рис. Ну, это по моему вкусу. Ну, потому что как-то картошка с цедрой, это... Хотя, не знаю, я тут экспериментировала, да? Ну, вот, смотрите, как густая. Хотя у меня всего лишь, это... Всего лишь щепотка, вы видели, рукой взяла. Щепотка. Сейчас можно посолить вот в таком состоянии. Можно посолить. Солю немножко, а потом уже будем смотреть в процессе. Сейчас убавляю на троечку, чтобы у нас ничего не кипело. Пусть он лучше немножко томится. Нежели вот так вот будет выливаться. Я крышечкой сейчас накрою. Сейчас попробую. Вот. Надо присматривать, потому что мука имеет свойство... Когда добавляешь соус с мукой, имеет свойство поджариваться там на дне. Поэтому надо периодически открывать и смотреть. Тут что это быстро? Оно сейчас все как бы соединится, как Лазерсон говорит, как поженится все. И можно будет уже отключать, потому что это блюдо очень быстро готовится. А если приготовлены уже продукты, так вообще без проблем. Сейчас я попробую на сольку, на все остальное. Так давно не ела вот такой... Ой, как это вкусно! Боже, это божественно! Красную вот такую подливку давно не ела. Но кислоты, конечно, немного, потому что помидорка, сахар, все. Больше ничего добавлять не буду. Аромат... Цедра все-таки... Ой, цедра превалирует в этом аромате. Это просто необыкновенно. Это просто потрясающе. Это просто-просто-просто-просто-просто-просто. А-а-а! Ой, друзья мои, готовьте гарнир. Боже, как это вкусно! Я накрываю плотно. И минут пять. Вот так, под крышкой. Кто боится, тот десять. Семь пусть будет. Хе-хе-хе-хе. Что хочу вам показать. У меня вот рис. Вот. Я его промываю в нескольких водах. И замачиваю. Я не знаю, сколько он у меня по времени уже стоит. Ну, то есть он меняется. Когда он замачивается, он меняет немножко цвет свой. Вот. И чем прозрачнее он становится... Ну, такой вот как бы... Даже не прозрачнее. Не знаю. Короче, кардинально меняет свой цвет. Вот. Тем... Есть больше вероятность, что быстро приготовить. Сейчас я его еще раз вот так вот промою. И включила уже в виду. Солью горячей водой. У меня здесь полтора стакана риса. Вот. Я раньше соблюдала пропорции, как положено. Допустим, на один стакан риса полтора-два стакана воды. Смотри, какой рис, да? Будем так обманывать вас. Вот. И поэтому... Ну, вот. Вода нормальная уже, не мутная. Потому что я очень долго его промываю. Сначала горячей водой, потом теплой, потом холодной. Несколько раз. Поэтому вот... Когда я соблюдала пропорции, у меня никогда не получался рис. Никогда. Вот. А Илюша Лазерсон сказал, что надо буквально вот на два пальчика поднимать воду. Вот. Но обязательно промытой, хорошо промытой горячей водой заливать. Вот. И тогда он варится отлично. Вот у меня горячая вода. Кто сомневается, могу показать пар. Идет вот. Не знаю, видно, да? Вот пар из чайников. Наливаю горячей водой. Буквально на полтора-два пальчика. Вот так. Даем закипеть, да, под крышкой. Дубавляем совсем-совсем-совсем-совсем на минимум, чтобы просто тупо даже не кипение прекратилось, а оно просто там вот как бы лежал или истомился. Можно, конечно, сразу посолить. Желательно. Быстрее закипеть. Ну, я так чуть-чуть соли. Соль чуть-чуть. Сольки чуть-чуть. Кто видит, что у меня в салонке лежит, видит. Кто-нибудь. У меня лежит там жопка от лимона. Никто не видит. У меня тут лежит жопка от лимона. Я вам уже говорила. Вчера отрезала, вот оно даже еще не высохло. Я сильно плотно не закрывала. Но этот уисок, он дышит. Знаете, как вкусно у меня пахнет лимон. Соль. Все. Даем закипеть. Я показывать не буду, я просто рассказываю. Заливаем горячей водой, даем закипеть. И выключаем на самый минимум. Я обычно на двойку ставлю. Она просто у меня тупо стоит. А вообще некоторые варят так. Дают закипеть, выключают и закутывают. Очень тепло. И все. Это, конечно, дольше получается. Но рис потрясающе получается. Такой он прямо рассыпчат. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Прошло 5 минут, наверное, даже не прошло. Так, я не смотрела. Еще. Вот. Вот. Видите, о чем я вам говорила? Вот. Вот. Ну, пригорает. Мука, это, естественно. Она не то, что пригорает, она прилипает. Вода испаряется, а мука прилипает. Оседает, прилипая на дно. Оседая на дно, прилипает. Вот так вот, короче говоря. И вот тут вот сейчас начала работать с текстами, там, с графикой, да? И такая прямо зануда стала вообще, такой педант. Начала привязываться к словам. То, как я правильно говорю или неправильно. Потому что вы же понимаете, что такое реклама, да? Там надо писать грамотно, красиво. И чтобы это привлекало человека, получается, что, ну, не какого-то там возвышенного человека, интеллектуала, обычного человека, но чтобы это было просто, красиво и грамотно. Вот, поэтому я сама к себе сейчас привязываюсь, когда говорю неправильно. Вот. Что значит работа? Так. Сейчас я попробую мяско. Насколько оно у нас мягким и нежным стало. Лук-то уже готов. Как же дует, боже мой. Уже просифонит меня. Вот так, накрою. А то прямо, видите, какое-то малое кипение у меня на троечке стоит. Как же надоело, бурделка. Приходится орать, как ненормальные. Ну, у меня очень-очень древняя будилка. Тоби бежит. Ничего себе. Славка едет, а его пес бежит рядом. Даже без цепи. Первый раз. Ну, он такой, ох, какой пес. А он без цепи бежит. Ничего себе. Вот, а этот Тоби молодец. Ой, а подлив. Друзья, подливка. Ой. Ой, приготовьте, как я. Вы не пожалеете. Главное, только не присолите. Все. Друзья, я выключаю. Просто выключаю. Пусть доходит уже. Как же это вкусно. Я вас уверяю, кто готовит по рецепту, он знает, что я не обманываю. Я вообще обманывать не умею. А если я долбанула, где-то там ляпнула, я тут же извиняюсь. И признаюсь, что там. Ну, и все. Простофиля. Как вкусно. Ой, этот вкус цедры. Необыкновенный. Мясо такое. Мням-ням-ням-ням. А когда вот постоит, настоится, мясо само пропитается соусом. И вообще будет божественно. Ждем-с. Хотя, что ждать. Друзья, ну давайте уже заканчивать. Рис я вам точно не буду показывать. Но это смешно. Найдите в поисковике, кому интересно. Или вообще лучше посмотрите, чем Илюшу. Вот у меня уже закипает, да. Надеюсь, у Илюши лазурсона. Он вам все четко по нотам расскажет. Так, друзья. Закончили приготовление нашей курицы в подливке. Это просто необыкновенно. Посмотрите, какая красота. Посыпьте не сейчас, а на тарелочке зеленью. И вы просто обалдеете. И вы улетите в космос. Вот от этой вкуснотени. Необыкновение. Это дух просто. Ну вот знаете, даже вот, только не ложите, ну, не надо ложить такие, сильно такие агрессивные, лук допустим, зеленый. Вы перебьете цедру, потеряется этот необыкновенный дух цедры и вкус помидора. И будет совсем все другое. Я вам серьезно говорю. Поэтому лучше что-нибудь такое легкое, как петрушечки, например. Чуть-чуть. Потому что укроп тоже сильный. Вот. Вот такая вкуснотища. Друзья мои, какая ням-нямка. Посмотрите, какая красота. Ой, какой дух. Друзья мои, готовьте в удовольствие. Желаю всем кулинарного вдохновения, радости, бытия. Благодарных едоков. Ставьте дизлайки, ставьте лайки, звоните в колокольчик, чтобы мое новое видео к вам прискакало и... Динь, 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 динь. И сказала, эхе-хе-хе, я пришла. Давай немножечко отдохни, посмотри, получи кайфушку. Рис закипел, убавляем на двоечку и закрываем крышку. Друзья, делитесь в соцсетях, оставляйте в плейлистах мои простые вкусные рецепты. Готовьте в удовольствие и будьте счастливы. Всего вам самого доброго. До встречи. Чао-какао. Подписывайся. Аааа. Продолжение следует...